Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вушка, и это уже четвёртая серия, которую я записываю подряд. Вот. И я хочу уже закончить эту клятую коллекцию просто ОММ на 777 регионе и начать новую коллекцию. И поэтому я сейчас беру денюжку, хотя у меня уже осталось очень мало её. Давайте снимем где-то лимонов 5, не, лимонов 4 нам хватит. Вот. Вот, снимаем 4 миллиона, сливаем Ниву в БУ, потому что она нам занимает место, которое на АМУ. Вот. Сливаем её в БУ за сколько? За 287 тысяч. Идём покупать новый автомобиль. А я вам желаю приятного просмотра, и мы начинаем. Короче. О, БУ забиты. Давайте в прямом эфире будем выбирать нам тачки. Ну, я уже примерно знаю, какую я тачку хочу, но, возможно, я передумаю. Всё. Так что давайте заходим на второй этаж. Может, здесь что-то будет. Цэшки. Мне вот интересно, почему у меня все автомобили белые? Ну, А, АММ. Просто все автомобили белые. Мне, походу, перезайти надо, потому что... Да ну, это бред какой-то. Третий этаж. Чё за фигня. Короче, не буду это иметь. Я хотел взять вот давно очень чарджер. РТ, так что давайте покупаем 2975 беленький салон. 2975. Погнали. Всё. Ну, это бред. У меня все тачки белые. Чё, издеваетесь? Короче, пацаны, 2 зелия лог, мы с вами прогулочек. Так, пацаны, я уже перезашёл. Спамим наш дочь. Вот. Серенький такой он. А теперь я уже узнаю. Чё, фиолетовый цвет? Такое. Я очень давно хотел этот автомобиль. Ещё, наверное, со времён... Со времён CCD. Вот. Только там есть Тюинг. А здесь, если я не ошибаюсь, то здесь его нет. Но сейчас мы заедем, посмотрим. Сделаю, я сразу говорю. Думал, для Драйга сначала сделать. Но для Драйга это как-то очень банально. Значит, делаем для Дрифта. Давайте пока заедем в шинку, посмотрим. Есть там чё или нет? Вернее, не в шинку, а в тюнинг. А, фигушки. Нет, нифига. Убрать с поля рачёвки. Вот этот маленький можно ещё убрать? Или чё? А, понял. Это так. Короче, вы сейчас спросите, в ушко, чё опять без номера тачка? Да нет, с номером. Вот, смотрите. F3. Если вы не знали, Кайца говорил, что убрали М2 и у меня есть свободный номер. ОММ-002. Вот. Нажимаем на него. Нажимаем установить и заменить. Всё. ОММ-002 теперь на чарджере. Ну, такой, можете сказать, да? Да. Вот. И пропала наша менюшка. Бесплатно вроде. Да, бесплатно. И мне чё, ещё 600 тысяч дали? Или не было 600 тысяч? Чуть не помню. Номер ММ-002 установлен на чарджер. Ясно. Короче, давайте заезжаем на диски. Сейчас поставим диски. Последняя, считайте, тачка с нашей коллекции. Так. Отрегулировать. И давайте пос... Ооо, вот эти прикольные. BBS сразу ушли. Вот эти, тем более, тоже. Не, мне вторые прям понравились. Давайте посмотрим, я выберу и продолжу. Короче, пацаны, не хочу больше смотреть. Мне очень понравились данные диски. Так что давайте. Задних колёс, радиус. Сделаем. Подожди, это ширина. Мне надо радиус. Вот такие вот. Ну, где-то вот такие, да. Ширина широкая. Прям максимально сделаем. Хотя нет, максимально это слишком уже. Так, и радиус немножечко. Поменьше сделаем. Вот. Ширину колёс делаем вот так где-то. Угу. Вынос. Вот так. Немножечко развала для красоты. Сохранить сзади на передние. А передние, давайте, знаете, что сделаем. Хотя нет, давайте же... Хотя радиус. Нет, давайте уберём радиус, потому что это слишком большие для американцев. Они таких не ставят. Хотя... Там, где ставят на большие автомобили на джипы по 25-дюймовым дискам, я бы не сказал, что они маленькие ставят. Так, передние колёс. Давайте радиус сделаем меньше. Нет, это колхозно смотрится. Сзади их на передние. Давайте заново. Ммм... Давайте шириной сделаем... Блин, опять не то. Передних на задние. Рыгоровка передних колёс. Сделаем разные широкие диски у нас. Спереди в уже, а сзади в больше. Так. Вынос спрячем их немного. И развальчик. Вот так. Мне кажется, вот так будет нормально. Всё. И давайте, короче, резину. Резина, резина. Давайте поставим ретро. Вот такие вот. Что-нибудь такие прям захотелось поставить. Высокий профиль. Нормально. Так, чиповку сейчас поставим на задний привод. Дрифт. Сделаем, короче, чарджер из... Ну, там, конечно, не чарджер. Там был мустанг с третьего фрассажа. В конце. Там был мустанг, да. Но будет чарджер. Пофиг. М2, то дрифт. Можно вопрос? Почему у меня развал добавился? Короче, пацаны. Я настроил вроде подвеску. Вот так она выходит. Дрифт. Нормальный дрифт-чип. Здесь стоит на задний привод. Я не люблю полноприводные чиповки. Вот смотрите, как заходим красиво. Поворотик. Может, потом монтаж добавлю. Но вроде вообще чарджер топовый. И диски вроде норм. И все, что там, пацаны, осталось, это покрасить и поставить норм ксенон. Потому что я не любитель цветных ксенонов. Ну, может, высказать, ябушка. Ты же поставил на Волгу конкурсную фиолетовый ксенон. Там просто Волга это был просто дрифт-корч. И можно было по приколу поставить. Короче, чарджер топ. Жалко, что нету тюнинга. Я бы сюда поставил, такие на них ставили большие лавки. Губу бы добавил. Был бы вот такой вот вообще сочный. Но мне кажется, потом добавят на него тюнинг. Должны, по крайней мере. Хотя, если они добавляют на новые тачки тюнинг, то на чарджер поставить тюнинг. Такое себе занятие, если честно. Эх, плохо. Ладно, короче, давайте поедем. Поставим, блин, цвет. Цвет я хочу сделать черный его. Чарджер, потому что только черный. А может, что-то другое поставим по приколу. Вот GTR, смотрите, F90 и фейк-такси здесь ездит. А, ну понятно, фейк-такси, какой у него ник. Так, а это кто на GTR? В таком прикольном GT3. Nismo. Ну, Nismo на GTR, на Nissan я ничего против, конечно, не умею. Так, цвет дисков. Дисков мы максимум можем покрасить колпачки, которые нам нафиг не нужны. Пусть будут белые. Потому что это лишних 50 тысяч. Матовый цвет кузова. И делаем его черным. Только лучше сделать черный хором. Потому что он так красиво переливается. Вот. И что, давайте сделаем. Бухать так, бухать что ли? Сколько будет покраска дисков стоить? 50 тысяч. Короче, пацаны, бухать, бухать. Делаем все по-нормальному. Черный хромовый цвет. Черный. Вот эти, блин, колпачки. Это болтики. 325 тысяч улетело. У нас остается еще 800 тысяч. Вот. Что-то здесь очень много людей. Вот. Си-4. Короче, ясно, понятно. Давайте теперь, пацаны, последняя станция под названием Тонировка и Ксенон. Вот. Так что, давайте поедем туда. И я продолжу. Итак, пацаны, мы подъехали. Последняя остановка в нашей коллекции, в наших сериях, это Тонировка и Ксенон. Жалко, что здесь нет эксклюзивного черного цвета Ксенона. Сказаны, конечно. Кристально-белый цвет. А можно было бы и желтый ставить. Ну, блин, ну, решетка такая тупая. Это еще до рестайлинга, если я не ошибаюсь. Или рестайлинг. Не знаю, в до рест... Не, вроде до рестайлинга. Потому что в рестайлинге, я вам сейчас ставлю скриншотом, цельная решетка. И по бокам открываются такие фигни, короче. Квадратики такие поднимаются. И там фонари. Это очень красиво смотрится. А здесь... Нет, то сзади протекстурные вроде фары. 3D-шные. Ну, пути за это. Спасибо. Короче, пацаны. Такой вот чарджер у нас вышел. Давайте выйдем, посмотрим. Кстати, давайте откроем капот и багажник. Посмотрим, что там. Ух, нифига себе, здесь даже упоры сделали. Нифига себе. Короче, стоит здесь обычный V8. Я так понимаю. Да, с кастрюлей, т.д. и т.п. Но он не очень такой протекстуренный. Почему-то одна свечка только. Видите, справа. А слева вообще их нету. Только заливная горловина и всё. Ну, короче, не протекстуренная. Это понятно. Вот такой вот с хиноном, с диском, кстати, белая водка, очень сочная. Хромовый, чёрный. Багажник. Чё это в багажнику? Типа бензин. Ну, да ладно. Ну, я думаю, хромовый, чёрный. Это прикольный, как у меня на Ешке. Вот. Вот такой вот чёрный переливающийся. Очень мне нравится данный автомобиль. Ну, с вами был Увушка, пацаны. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. Пишите, как вам данный чарджер. Если честно, мне очень нравится. Следите дальше за каналом, что будет с нашей серией ОММ. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok